Привет, ты на канале KS3R и мы продолжаем играть в D-Pro Galactic Survive. Итак, давайте выполним подзадание из опасности 5 взять четыре оружия с тегом электричества. Так, будем это делать за разведчика, под класс проныра. Это оружие при эволюции может получить тег электричества, поэтому понятный вариант, как собрать. То есть мы возьмем жуков, скорее всего бумеранг, ну а дальше или такой электрический пистолет и может быть дрон. Ну что-нибудь такое. Там, в общем, выбор есть. Есть еще какой-то крепыш. Самое главное получить здесь эволюцию с тегом электричества. Это, к сожалению, нам никто не гарантирует. Хорошая вещь. Чуть большого опыта. За минералы, полученные из жуков, мы не получаем опыт. Как всегда, эта муха. Как всегда. В начале персонаж настолько слабенький, что любую элиту ему тяжело убить. Получается, самая настоящая проблема от одной мухи. Так, здесь ничего электрического нет, это плохо. Ну вот, лишь крепыш и электрошокер. Так, немного золотишка. Но вряд ли муха нам позволит легко забрать. Ну а как же твое уклонение. О, урон, отлично. Ну вот, сейчас мы уже приближаемся к отметке по урону, когда можно за элиту браться. Да, но он решил тогда поставить побольше элиты. Это была не одна муха. И даже не две. Ну, в принципе, достаточно добраться просто до 25 уровня и получить здесь эволюцию. Не удалось. Помудохаемся немножко. Ну и соберем что-нибудь. Тоже неплохо. Электричество, отлично. 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 это было бы конечно прикольно сейчас 25 уровень получить на первом этапе очень даже неплохо ну-ка эволюция только выпускает взрыв и перезарядки движемся дальше еще пять уровней оставим деньги на реролла до 25 уровня ну охренеть конечно они держат удар да не дадут просто так забрать тут отлично 54 многовато будет еще немного урона отлично так как внутри уровня то мы сейчас должны получить и без всяких прибавок уже муху могу в принципе убить нет не точно два уровня в принципе золота достаточно на 5 реролов сейчас мы даже на 6 это я уровень теперь давайте соберем 4 оружия с тегом огонь так будем делать это за бурильщика а есть подкласс дознаватель артовое оружие огнемет такая же задача просто докачаться до 25 уровня а а а Продолжение следует... Так, зажигательная граната. Второе оружие. Тегом огонь. Но огнемет мне, честно говоря, не очень нравится. По сравнению со всякими Крокотау и даже со СВЧ, как-то фигово. И надо прям подлавливать этот момент. Как-то надо так оббегать, чтобы поджечь. В общем, тяжело подстроиться под это оружие. Наверное, если луч дают дополнительный... В... Эволюция оружия. То, наверное, как-то полегче. Но так что-то не впечатляет. Огонек. Побольше огонька. Ну, ты видишь, как бы, и ничего сделать не можешь. То он перезаряжает, то он не в ту сторону направляет лучше. Ну, хотя бы первую эволюцию надо получить. Потом можно или гранату качать, или еще что-нибудь. Сейчас гранату возьму. Магнитик? Ну, правда, нехера собирать. Поэтому он, наверное, его и дал. Говорит, а и польза будет от магнитика? Нет, ну тогда давай. Блядь, мне надо забрать было бы. Каргета. Удачи, десятка. Неплохо. Радио взрыв, нормальная тема. Так, давайте расталкивать. Крокотау. Нет, давайте крокотау возьмем. Девять уровней надо. И немного баблишка, чтобы было. О, дополнительный луч. Вот это неплохо. Перезарядка. Перезарядка. Давайте так. Золотишко. Ну, хотя я опыт получаю за нитро тоже. Ну, хотя я опыт получаю за нитро тоже. Еще восемь уровней. Мне показалось, что это большой жук. А оказалось, что маленький. Просто большой жучара. Радиус. Радиус. Это хорошо. Радиус. Это хорошо, а. Блин, ну, сколько там вкусняшек. Ровно на семь уровней. Я прям чувствую. Блядь, ну, надо же зацепила все-таки. Блядь, ну, надо же зацепила все-таки. Ну, давайте, по-моему, может, продолжить. Лучик у крокота, вот. Это очень хорошо. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, на-ка. Давай, 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 давай. Щетка. Грамотно и четко. Так, шансы на ворот. Кислота, а это не то. Светлячок. Вот и все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующих сериях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok